Привет, друзья мои! Я сегодня к вам с очередной вкусняшкой. Это японский хлопковый чизкейк. Вот он. Сейчас я вам поближе его покажу. У этого чизкейка влажная, нежная, тающая текстура, наполненная миллионами волшебных пузырьков, которые чудесным образом лопаются во рту, тают и дарят настоящее наслаждение. Итак, для этого рецепта понадобится сливочный сыр Филадельфия. Вот он. Он должен быть комнатной температуры и его нужно немножко вот так вот размешать, размять. Сейчас я добавила сюда мягкое сливочное масло и разминаю все вместе. Добавляю молоко. Сейчас в другую миску добавляю горячую воду. Помещаю сюда эту миску с сырно-сливочной смесью. И нужно все перемешать до однородной гладкой консистенции. Сейчас я добавляю сюда цедру лимона. Продолжаю перемешивать. И сейчас я буду добавлять сюда по одному 4 желтка. И перемешивать. Яйца должны быть свежие, комнатной температуры. Температура этой смеси не должна быть слишком горячей, а только немного тепленькой. Приблизительно, как температура тела, 36 градусов, около этого. Сейчас я буду просеивать сюда муку и кукурузный крахмал. И перемешиваю это все. В это время духовка уже должна разогреваться до 160 градусов. Здесь у меня 4 яичных белка, комнатной температуры. Добавляю несколько капель сока лимона. Можно добавить тартар, если у вас есть. И начинаю взбивать. Когда появляется вот такая пышная пена, начинаю добавлять сахар в 3 приема. Сахар мелкого помола. И продолжаю взбивать. Взбиваем до мягких пиков. Не до жестких. Вот, посмотрите, когда я делаю так, клювик немножко загибается. Видите? Он не стоит вертикально. А вот. Вот до такого момента будет хорошо. Слишком жесткие пики здесь нам не нужны. И вот здесь, видите, он немножко наклонился. Вот в миске. И белки немножко двигаются. Чуть-чуть. Нужно поймать именно этот момент. Не перевзбивать и не недовзбивать. И теперь нужно в несколько приемов соединить эти две смеси. Перемешивать все время в одну сторону. Не важно в какую. Направо, налево. Но в одну. Если белки взбиты слишком жестко, во-первых, трудно соединить смесь. Во-вторых, при выпечке они могут опасть и давать неприятный яичный запах. Ну и недовзбитые белки тоже нехорошо. Они тоже опадают. Выпечка становится не очень-то презентабельная. Посмотрите, как прекрасно взбиты эти белки. Они блестящие, мягкие. Просто прелесть. И вот они так мягко скользят с ложки. Смотрите. Видите? Мягко. И на заключительном этапе нужно уже лопаткой прямо вот так перемешать, чтобы отцепить от стенок, если есть какие-то комочки. Если что-то не промешано. И вот так как бы складывать лопаткой прямо. Форма здесь предпочтительнее. Конечно, цельная. Но так как у меня такой нет, я беру разъемную. И чтобы в нее не проникла вода, я буду обматывать здесь, с внешней стороны, фольгой. Дно я уже застелила пергаментом. Теперь бока я тоже обкладываю пергаментом. И пергамент должен быть выше, чем сама форма. И теперь сюда я помещаю тесто. Нужно держать вот так лопатку, чтобы лопались лишние пузыри воздуха. И чтобы все сразу распределялось, как надо. Также форму надо немножко вот так вот покрутить и чуть-чуть постучать. Теперь нужно взять другую форму, немножко побольше, поместить сюда эту маленькую. и налить приблизительно 1 сантиметр горячей воды. И теперь это все отправляется на выпечку. Повторяю, начальная температура 160 градусов. Через 20 минут я ее буду снижать до 120. И в общей сложности это все будет выпекаться примерно 1 час. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавляю его съесть. Добавляю его вместе с темнотиками. Общее время выпечки у меня получается так. При 160 градусах 20 минут и при 120 градусах 1 час. И затем я выключаю духовку и еще оставляю его там внутри охлаждаться при открытой дверце. Сразу же отвечу на вопросы, нет ли яичного запаха и нет ли ощущения, что ешь сладкий омлет. Нет, такого нет, ни запаха нет, ни сходства с омлетом тоже нет. У этого чизкейка особенная, бархатистая, шикарная текстура. До свидания всем и встретимся в новых видео. Пока!